Ребята, привет! С вами Игнат. Начинаем новый влог. Начинаем новый ролик. Мы сейчас с Ильей, с Димой, с Диминой женой Олей и с Диминой дочкой Катей идем варить уху и вас с собой берем. Просто я побежал в магазин, надо кое-что докупить, а мы встретимся, мы будем делать это все на осоле, там и встретимся. И я вас со всеми познакомлю, кого вы не знаете, и будем на закате варить уху. В общем, вот, ребята, место, которое мы выбрали для того, чтобы готовить уху. Вот она вся наша компашка. Дима, Оля, Димина жена, Илюха. Сейчас попробую. Сейчас попробую. Привет, папа! Второй день убегает от камеры. Да ладно, не буду я тебя снимать. Илюха делает кострище, все, сейчас будет уха у нас. У нас процесс потихоньку пошел. Уже Оля нарезала картофана в кастрюльку. Еще вон Оля картофан дорезает. Короче, у нас будет уха только с картофаном и с рыбой. И с овощами, ничего лишнего. Недавно я с кем-то спорил, что типа, это же в Союзе придумали крупу-то добавлять. А раньше-то уха была по-царски, там никакой крупы же не было в ней. Только рыба всяких мастей. Уха это рыба и картошка. Оля придумала себе импровизированный стол. Вообще вон как на улице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А смотрите, у Димы и Оли в дачке вот такие вот раритетные тарелки. Кстати, а вот эти ручки-то и приделаны здесь для того, чтобы на костре, наверное, вешать. Какая красота. Мы будем из таких тарелок походных есть сегодня. Ушицу. Ну да, вот это, наверное, подвешивать прям. И они вон за копченые, наверное, пользовали. Да, я там еще копченые оставил. Ну, их пользовали походу, по полной в походах, да. А что, пускай две копченые будут. Вдруг мы где-то будем тоже на костре... А хотя, что, мы в тарелке будем греть, да, если кастрюли есть. А эта ручка, Илюха, не отэтывается от жара пластмассовая? Нагревается, но, видишь, я стараюсь так, чтобы это... А где-то в продаже, я вижу, кстати, ручки. Могу. Катя, помаши. Че ты закрываешься? Опа! Там закат. Тут такая шикарная зелень. Это, похоже, подписчики проходили, да? Рыба в конце? Да. У меня лук нужен и морковка. Ну, а рыба-то делать-то будет. А мне морковка нужна. Я давно. Я не знаю, да. Мама! Ребята, у нас процесс идет. Уже морковка, лук, картошка, все в кастрюле. Ждем 10 минут. Илюха будет закидывать рыбу. Уха у нас сегодня из Сайры. Я самое главное это не сказал. А вообще, Дима же рыбак. Мы скоро пойдем, наловим рыбы и наварим ухи из настоящей, свежевыловленной рыбы. Илюха говорит, покажи закат. Вон, какой закат. Не, это камера передает. А Оля колдует над столом. Оля уже овощи порезала. Оля уже, кстати, Оля ненадолго приехала, представляете, а море холодное. И Оля купается в ледяном море. Бедное. А ты потом когда приедешь? Капец, в год. А, на следующий год уж? Варится, варится наша ушица. Не регулирую. Чтобы сегодня не было, не пеплялась. Все так потрескивает. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Да, вот это вот для запаха. А, это она вот так вот все время лежит сбоку, да? Не, я ею бут, а я как раз, чтобы она не жарила. Глянь, что! А, попался! Итак, настал ответственный момент. Самая ответственная закладка рыбы. Первая. Вторая пошла. Сегодня, кстати, мы пока на пляже снимали, дети нам до молов доплыли. На молах сидели, грелись. Прямо равами. Это пепельница. Это ж пепельница. Зачем? Ну, если есть пепельница, придется курить. Сколько еще минут, Илюх, примерно? Сколько? Сколько минут еще примерно? Ну, что, ребята, ответственный момент. Сейчас будем тушить пауленку. Илья, видите, как ее уже тут истамил? Подумим. Раз, два, три. Ой, как ухой пахнет. Все, уха официально готова. Оля уже нам стол накрыла. Все, уже у нас готово. Осталось налить ухи и есть. А вон какой закат. А вон какой закат, кстати, тут в море отражается. Второй важный ответственный момент. Донести ее до стола. Илья говорит, я могу ее не донести, ты хочешь фейл заснять. Наша ушица, наша ушица. Ура! Фейлы не состоялось. Красота. Ну, давайте первую поварежечку тоже надо заснять. Какая у нас красота, где наши... А, вот они, чашки. Кто будет наливать? Ну, давайте, Кате, сперва нальем. А, и тарелка же горячая, да? Еще один холодный. Папа, еще один холодный. Чего тебе дать? Мам, чего тебе дать? Пластинку тебе, прихватил там. Причем? Горячая, вот зайчик. Вот сюда. У нас ребенок под вечер перестал камеру бояться. А мы как-то подверг. Тебя подвозь. Так, Илюха. А ты мне? Ну, так как себе. Да, дони там по дереву ходь. А это не нужно. Не по верху. Ну, вот, все, я поставил здесь. Красота моя миска. Так положи тоже, Илюха. Там сверху неудобно. Я просто не знаю, кто сколько чего любит. Я могу вам повыше поднять. Да нет, ладно. Чтобы положить. Ой, я бы там. Ну все, приятного нам аппетита. Термос вон там. Ты чай хочешь уже? Так, она горячая. Вот эта? Ну, круглый смотри. Ребята, доброе утро. Доброе семейское утро. Я иду в парикмахерскую. И самый большой мой косяк, то, что я вчера не зашел и не записался. Мне сейчас в 3 часа ехать у грузов. Мне в 3 часа надо выезжать. Сейчас время уже первый час. Иду на... Так, на бум. Попаду, не попаду, не знаю. Но попытаться стоит. Иду я, ребята, в парикмахерскую на кольце, которое я вам сейчас ее покажу. Я там позаврошлом году стригся, когда в эту парикмахерскую не мог к Насте попасть. Ну, если я уже поменял мастера, я там и буду в 3 часа. Вот. А в 3 часа в грузов мы с Сася едем в Малореченск. Короче, вот столько дел. Чего я не записался, я не понимаю. Я там был вчера. Ребята в Малореченске открывают еще одну базу каяков и сабов. И сегодня мы туда поедем делать рекламные фотографии. Ну, нам нужен будет рассвет. Мы сегодня загрузим 2 саба. Я беру всю технику. И мы едем в Малореченск. К сырным скалам. Там будем фотографии делать. Вот. Сегодня ночуем там в гостинице, чтобы утром в 4 часа на рассвете быть там. Приключения, короче, начинаются. Чему я неимоверно рад. Ребята, вот оно кольцо. Вот в этом доме, на первом этаже, даже в минус первом, вон там парикмахерская. Сейчас я сделаю эффект было-стало. Надеюсь, что я подстригусь. Блин, я не оттуда пошел и думал, там все закрылось. А там просто, оказывается, дебильный железный забор поставили. Я вот оттуда заходил. Но тут вот есть боковая лестница. Ну, все, надеюсь. Почему? У меня есть ее номер. В общем, у нее сегодня выходной, а запись у нее аж на следующую субботу. А сегодня воскресенье. Нет. Меняем снова мастера. Мне надо найти что-то сегодня, буквально сегодня-завтра. Еще неделю я уже не прохожу с такой перческой. Тем более мне работать надо. В общем, проблема моя разрешилась. Мне моя подруга из кофейни, которая возле Ульяновского кофейни, дала номер телефона девушке в Олубке. И на завтра она меня записала. Конечно, мне не хотелось бы сегодня, но сегодня уже все. Сегодня, кстати, она тоже. Это девушка выходная. По ходу воскресенья все выходные парикмахерские. Поэтому завтра буду подстригаться полу. После Малореченского. Конечно, хотелось бы мне как человек уже выглядеть сегодня. Почему я этим вопросом не задался? Вот вчера-позавчера. Я бы вчера вечером поехал в эту Олубку и подстригся. Ребята, кратко о том, что я делаю на Ялтинской трассе. Я проверяю колеса. В общем, я вам говорю, что мы сегодня должны были днем ехать в Малореченск, по-моему, говорю, с Асей. И там в Малореченске весь день шел дождь. В общем, нам нужны рассветы. И там еще надо было кое-что пофотографировать именно вечером. Закат. Но нам важен сам рассвет. И нам важны сырные скалы. И из-за того, что сегодня там весь день лил дождь, мы решили, что мы поедем. Утром в 3 часа выйдем. Я уже завалился, было спать. Но потом думаю, блин, нет, поеду я лучше сейчас в Гурзуф, потому что у меня не в зуб ногой, потому что я полуночник. Я уже доеду до Гурзуфа. Все равно немножечко я сейчас шатаюсь, потому что немножко за рулем буду. И... Собачки мне колеса пообсекали. И доеду до Гурзуфа, завалюсь на заднее сидение. Ася говорит, чем раньше ты позвонишь, чем раньше мы выйдем, тем лучше. И я так и сделаю. Я заведу будильник не на 2, а на полвторого. И полвторого мы загрузим 2 саба и поедем в Малореченское. В общем, вот такой план действий. Я, ребят, на заправке залился до полного, потому что по серпантинам там ехать. Без маска. Даже ночью просят маски одевать. Сейчас подкреплюсь в ватте, хотя зря я этого делаю, наверное. Маленький или большой, сказал. Я говорю, маленький. Это маленький. А большой? Какой? Полубитра, что ли? В общем, пью кофе. Заправился до верха. И... И... Гурзуф спать. Так, честно говоря, я уже плюс-минус хочу. Но просто... Нет, ладно, меня сейчас бодрит. И как раз я до Гурзуфа доеду. Оно пройдет. Утешаю я себя. Все, ладно. Ребят, я в Гурзуфе. Время сейчас... Пока я попил кофе. 00.23, короче. 00.23. 1.23, 1.23, 1.23, 2, 2, 2. Короче, полтора часа мне можно поспать. Знаете, где я остановился? Под уникальным мостом. Кого-то знает, кто поймет про этот уникальный мост. Мы ржем там между собой. Мама, Саша, Харьковский точно поймут. Вот здесь вот прям я встал. Не знаю, видно, что-то не видно. Просто я подумал, что если я уеду в Гурзуфа, где я с утра... Извините меня, даже поссать, где я поссу там. Не поссать ничего. Утром. Ну, через несколько часов. Ну вот, шикарное место. Все, никого. Тут я буду спать. Единственное, только по уникальному машину много ездит. Ребята. Короче, время пролетело. Ай, время пролетело. Все, уже половина... Сколько время половина, говорю? 2.18. Короче... Короче, буду и просыпаться. Ребят, ну что, оно таки вышло. Оно вон где, из-за туч выглядывает. Ну, вы посмотрите, как оно по морю красиво. Это просто... О-фи-ге-но-бомбически. А еще я сейчас сделал селфи, я понял, что у меня уши, как у Дауна, вот так торчали. Вообще такая шапка, конечно, на любителя. Ну, блин, у меня там такой причесал после того, как я в машине поспал. Значит, я красива? Очень красиво. Красиво ухожу. А вы тут вообще... Красота! Наша русалка. В общем, солнце, конечно, ребята, у нас тут очень идеально. И так все идеально. Практически. Ну да, было бы солнышко. Я сейчас, ребят, повернусь, покажу вам, как там уже небо меняется. А небо уже вон какое. Так, я пошел догонять. Сырные скалы, я так понимаю, вот они. Потому что я на сырных скалах сам ни разу не был. Ребята, я дома. Я уже поспал. Поспал я где-то в час лег. Или во втором... Помню, в час я, наверное, лег. Два, три, четыре, пять. Четыре часа я поспал. Я вообще прям огурец. Сейчас еду в Алубку. Нужно забрать там... Короче, бойлер пришел. И нужно еще... Нужно еще подстричься мне. Я сейчас позвонил. Мне сказали сегодня позвонить. Парикмахерша сказала, позвони. Я тебе вечером типа скажу. Да, да, нет, нормально, ненормально. Смогу я тебя подстричь, не смогу. Я позвонил ей, она говорит, да. А я адрес не спросил. Куда ехать? Я ей следом перезваниваю. А она уже... Кого-то стрижет, наверное, трубку не берет. Ох, все-таки я хоть и выспался, но все равно что-то вареный какой-то. Я после нашего сегодняшнего всего этого в таком прям, как сказать, заряде. Несмотря на то, что нифига не выспался, а чувствую себя супер. Все, ладно, погнал. Ребята, все, приехал. Я говорю, я эту парикмахерскую светить не буду. На улице такое солнце яркое, я, блин, без очков. Да и, честно говоря, наверное, я так себе выгляжу после сегодняшнего. Получается, я ночью-то час всего лишь поспал. И пошли мы на каяках. Я еще что-то иду, снимаю. Ну, как вам? Па-бам, 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 па-бам. Все, я со стрижкой. Парикмахерская с видом на море. Мне так нравится парикмахерская с видом на море. Заправка с видом на море. Красота. Все с видом на море. Тут еще такие дома старинные, одноэтажные, прикольные. Но я не буду показывать, где я. Ребята, сегодня уже следующий день. Я сейчас встречался. Ребята, и я встречался с ребятами. Они дают, у них прокат кемперов, кемперов капли. Кемпер капля. Вообще недорого стоит. Что-то, по-моему, то ли 1700 или 1800. Я вот что-то этот момент услышал. Но и сразу такой, так дешево. Будем снимать серию роликов. Пока я не буду говорить, когда и что будет. Ну, вот мы уже прямо со дня на день будем снимать. Вот, мы подумали, что нам надо, как нам надо. И будем работать, в общем. Так что скоро будут новые ролики из интереснейших мест на интереснейших... На интереснейших, как это сказать, будем жить в интереснейших условиях, в этих кемпингах. Будет все вот так. А я в парке. Розы эти сейчас вам покажу. Ребят, мы сейчас фотографировались, ходили. Я со всеми своими. Фотографировали Катю. Фотографировали всех-всех-всех. Олю, Диму, кроме Ильи. Илья нас фотографировал всех вместе. Мы что-то вынарядились в одних майках, как самая умная Катя надела кофту. И я тоже. Но Ильи просто всегда с собой, всегда умный по волчане. А мы прям замерзли. Летом, блин. Тут он уже на пляже завезли лежаки. О, лежаки какие-то новые, да? Новые модели. Вон сколько лежаков. И все, мы линяем, линяем с холода. О, они какие-то прям с этими. Видели? Текстиль какой-то сверху на них. И вон какая дива сегодня. Чего? Попить? Кате понравилось пить из моей этой фигувины. Ты точно пьешь, ты научилась? Я думал, ты обмываешься. Угу. Все, положила? Кате лишь бы попить из этой штуки. Слушайте, капец, как холодно. Я вот недавно просто ходил в магаз. Прям вообще нормально было. А сейчас вообще что-то... Капец, капец. Поехали. Поехали. Слушайте, капец. Поехали. Продолжение следует...